Продолжение следует... 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 Так и понимается, между прочим. Так вот, вопрос здесь, давайте все-таки мы сейчас о начале благословия обсуждаем. Вопрос в следующем состоит, что Бог, мы рассуждаем сейчас в терминах Бога-творца. То есть Бог предвечный, сначала существуй сам по себе, просто есть только Бог. Он абсолютен, он бесконечен, как бы ничего другого нет. И вот это представление о том, что Бог существует предвечно, оно нужно для чего? Для того, чтобы Бог и был абсолютный, для того, чтобы Бог и был бесконечный. Потому что если предположить, что рядом, вместе с Богом, также предвечно существует рядоположный Ему мир, то тогда Бог не будет абсолютно, он будет относительно несовершенным, потому что он будет соизмеряться рядоположным образом с этим миром. То есть вот вторая ситуация, где Бог и мир предвечно, рядоположный, это ситуация аристотелевского Бога. То есть мир ему нужен для того, чтобы он был первым парнем надеяния? Нет. Я же задаю вопрос изначально, неизвестно, зачем Бог творит мир. Первая проблема, я же в прошлый раз рассказывал, такое пищенька вы для него это не слушали. Я же рассказывал, проблема состоит в том, зачем Бог творит мир, если Он сам есть полнота всего совершенства. Понимаешь, вся проблема как бы вот в этом вопросе заключается, потому что все остальное, логические движения, будут постоянно упираться в этот вопрос. Ну допустим, этот вопрос как-то на него отвечен. Потому что мы люди, мы не можем понять, каким образом мы конечный существует. Каким образом у Бога был замысел, воля Его была такова, Он из любви сотворил мир, или еще из каких-то соображений своих, провиденциальные соображения, Он это сделал, Он создал мир. Но поскольку Он мир творит, так как Он творит этот мир, не как второго Бога, потому что второго Бога Он не может создать. Он творит мир как менее совершенный, чем Он Сам. И в относительном смысле мир представляет собой зло. В относительном смысле, в абсолютном смысле. Конечно же добро, потому что как мы сейчас работаем в системе, не в системе дуализма, а в системе монизма, да, в системе монизма благо и зло соотносятся тем способом, что зло есть просто недостаток блага, нет никакой абсолютной субстанции зла. Ну мы так помним, что Платон хуже, чем Летон, потому что раз от Бога, да, злее. Не прибивай. Платон злее, чем Летон, да. Я просто так все еще, я еще даже не начал говорить, что Летон рассказать, мы просто вспоминаем на сайте предыдущие характеристики. Ну ладно, ты начни. Так вот, получалось у нас так, что Бог создал мир в чем-то несовершенность, каким-то изъяном, но поскольку Он его создал, да, Он взял за его ответственность. За изъян. Ну вообще за мир. В том числе и за изъян. В принципе за мир взял ответственность. Например, истокийский Бог, да, который рядоположен миру и предвечно вместе с миром рядоположен существует, он не берет за мир ответственность, потому что Он и мир как бы, Он мир не создавал. Он просто рядом с миром находится и все. И он может взять и отойти, так сказать, и замкнуться на собственное созерстание, созерстание самого себя, да, мышление и мышление. Бог, творец, творец мира, Он не может замкнуться в сам себе, да, сотворить мир вот так, как бы отбросив от себя, да, создав нечто иное. Он не может его оставить, да, он должен как бы взять, он полностью берет за этот мир ответственность. И поэтому на самом деле, поскольку мир несовершенный, он должен его как-то довести до совершенства. Единственный способ, как это возможно, это Бог в этот мир вступил, да, Он его одухотворяет. И вот это вот одухотворение имеет две стадии. Есть стадия, когда Он просто в этот мир вступает, это как бы, ну, допустим, там, если условно брать, то есть стадия Ветхого Завета. А есть стадия вторая, когда Он воплощается в человеке, да, Богу. То есть Он доводит и природу, и природу, в смысле, вот то, что нас окружает, и природу человеческую, да, совершенствуя тем самым, что сам в нее входит. В этом суть Богового воплощения. А почему воплощается именно в человека, а не в хролика, скажем? Ну, потому что человек особое существо, свободное, да, как бы, среди прочих творений он особым образом выделяется. Старает, то есть, в кролика, кролика. А кролика, он одухотворяет просто тем, что Дух Божий, так сказать, Он присутствует в мире. И человек до некоторого времени точно так же одухотворялся тем просто способом, что Дух Божий в мире присутствовал. Но на определенном этапе, как бы, наступила новая фаза, да, когда, просто я не буду рассказывать, почему она наступила, она, как бы, там логически тоже можно объяснить, почему она наступила. Когда он хочет одухотворить, как бы, и человеческую природу тем, что в нее вступает, и тем самым показывает, что эта человеческая природа достойна Бога, да. А раз она достойна Бога, то тем самым настолько, насколько Бог вступил в человеческую природу, настолько и человеческая природа, с другой стороны, поднялась до Бога. В этом, как бы, смысл Бога воплощения. И вообще, весь смысл этого движения, он состоит в том, что, вот, как бы, Бог, с одной стороны, создав несовершенный мир, вступив в него, Он, как бы, доводит этот мир до совершенства. То есть, это последовательное логическое движение. Теперь нам надо понять, откуда взяло строиться. Дело в том, что, если мы говорим о Боговоплощении, если мы говорим о том, что в какой-то момент было две личности, одна личность, это воплощенная личность, это Бога-человека, да, другая личность, та трансцендентная личность, которая, собственно, является Творцом, то у нас, фактически, в какой-то момент было две личности. И поэтому, чтобы это объяснить, нам просто чисто логически необходимо, я сейчас говорю только со стороны логики, да, необходимо предположить, что изначально в Боге было две личности, по крайней мере, две. То, что потом, между прочим, в богословии вначале так и рассуждали. И раннее богословие, оно говорит только о двух личностях, о Боге Отце и Боге Сыне. Да, и поэтому, как бы, вот, потом, как бы, все-таки, просто Троица более правильное число, потому что Троица является заметным принципом, который существует в мире. Который пронизывает все, там, это тезис-синтез, это отец-мать-ребенок и так далее. То есть много что можно, вот, исходя из этого принципа Троичности, да, объяснить. И поэтому, как бы, Бог понимается как нечто Троичное. И теперь модель получается такая, изначально, как бы, да, что Бог изначально предвещен был Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой, то есть чем-то Троичным. Потом Он творит мир, и вторая ипостась, это Троица, да, Бог-Сын, Он вступает в этот мир и воплощается в Богочеловек. Вот-вот, мы достигли, собственно, вот, теперь-то, собственно, содержание того, в чем состоит проблематично. Проблематичность состоит в том, что в христианстве, вот, это Боговоплощение, понимается, не симметрично. То есть, иначе говоря, Бог вступил в мир. То есть, вторая, надо правильно говорить так, вторая ипостась, как бы, Божественная Троица вступила в мир, Бога воплотилась, да, воплотилась в Бога-человека, ну, прошла определенного рода, там, мистерию, да, там, определенного рода историю, там, мы тоже на ней не будем зацепляться. А потом, как бы, после креста и смерти, она опять возвращается в исходное состояние, да, в Троицу. Но, в чем состоит разница? Разница состоит в том, что, согласно христианству, возвращается не самая ипостась, которая была предвечена, а возвращается весь Христос целиком, вместе с человеческой природой. То есть, возвращается, как говорится, Христос во силу одесную Бога. То есть, получается, была Троица чистая, да, в котором человеческой природы не было предвечена. Через мистерию Бога воплощения мы получаем на выходе новую Троицу, в котором вторая ипостась изменила свою природу. К ней, к этой ипостасье добавилась человеческая природа. И получается, что, на самом деле, логически Бог изменился во времени. То есть, была Троица одна, стала Троица другая. То есть, вторая ипостась, благодаря Богу воплощению, в силу того, что Бог не развоплотился, да, в силу того, что Христос полностью вместе с человеческой природой поднялся, вернулся обратно на небо. Получается, логические противоречия, стоящие в том, что Троица изменилась. Это невозможно. Это противоречие понятию Бога. Вопрос такой, а нельзя ли так обсуждать, что просто в Боге изначально, ну, в частности, в Боге Сыне... Была человеческая природа. Была человеческая природа, поскольку Он, Он, Бог, Он как бы... в Нем все есть. Что, в общем, возможно. Так нельзя рассуждать, потому что смысл Богового воплощения состоял в том, чтобы спасти человеческую природу. Могли бы, допустим, христиане могли бы говорить о том, что Бог же... Почему не говорить о том, что вторая ипостась могла бы раз воплотиться и обратно вернуться к изначальности Чистой Троицы? Почему так не говорится? Потому что смысл спасения человеческой природы и состоит в том, что появилась такая связь между Богом и человеком в виде единого Христа, который совокупляет в себе две природы, несельянные и неразделенные. В этом состоит смысл спасения. И этот смысл спасения должен сохраниться и дальше. Потому что как только Бог враз воплотиться, как бы и человек перестанет быть спасенным. То есть в том, что как бы однажды случилось Боговое воплощение, и в том, что оно сохраняется, уже как бы после этого события вечно будет сохраняться, видится смысл того, что значит человеческая природа обоживалась. Что человеческая природа стала спасенной. Чем ты спасен? В этом смысл. Поэтому здесь ничего нельзя сделать. Нет, подожди, так может быть так, можно так рассуждать, в Христе, допустим, была и человеческая природа. Так же сюда нельзя езжить, тогда... Сейчас я это говорю. Но в человеке не было божественней. Тут Христос воплотился в человеках, то есть человек приобрел в том числе и какую-то часть божественной природы, и она в нем осталась. А потом Христос, он как бы... То, что человеческая природа тварная. А в Боге в чистоте своей до создания мира ничего тварного быть не могло. Тварным ничего не могло быть. Человеческая природа тварная. В принципе. И он не просто же воплотился, как ты думаешь, в абстрактную человеческую природу, да, как бы в понятии человеческой природы. Он воплотился в конкретный вот нашу плоть и кровь. Он на кресте жива плотью и кровью, страдал, кровь из него текла там, а там... То есть он родился от Девы Марии, да, то есть прожил жизнь, страдал, там, голодал и прочее, прочее. То есть буквально в смысле-то эта природа, буквально в смысле, как телесная, вот, самая настоящая наша тварная природа. Как она могла быть в предвещенном Боге до творения мира? Никак не могла быть. Ты просто даже, ты высказываешь некие вещи, предположительные, я понимаю, но в богословии они в принципе невозможны. Нет, тут еще, дальше, маленькая, давайте я сделаю второе замечание, потом мы как бы будем в нем обсуждать. Второе замечание относительно этой же Троицы, собственно, да, оно состоит в следующем. Раз, что такое на самом деле страдание Бога, если вообще можно говорить о страдании Бога, да, Бог же нечто нестрадающее, да, Бог же не может претерпевать. Но в некотором отношении мы можем понять, как бы, исходя из нашего человеческого понимания, в чем может состоять страдание Бога. Бог является абсолютным, он является бесконечным, а он воплощается в нечто конечное, да, нечто ограниченное по своим возможностям, то есть человек. И, собственно, страдание Бога начинается с момента, в принципе, его воплощения. И все это, вся земная жизнь второй ипостаси, да, в богочеловеческой природе, да, вот в единстве, которое представляет собой Иисус Христос, да, уже является страданием. А вот, собственно, крестная мука, это просто кульминация страдания. И самое-то странное, в чем состоит, что, конечно, крестная мука-то прошла, но ведь, получается, поскольку абсолютная природа, вот в нашей конечной природе, должна рассматриваться как нечто страдающее, поскольку, как бы, согласно вот той логике, которая привелась сейчас, да, до сих пор, вот это вот, две природы, божественные и человеческие, в кресте, они так и остались, да, Христос Васил, Адресный Бог, то получается, что Бог до сих пор страдает. То есть вот прошло две тысячи лет, и Бог все равно как бы страдает. И продолжает будет страдать, это вечно теперь будет страдать, он вечно страдающий Бог. То есть вечно существующий, в этой, вечно существующий, абсолют в этой ограниченной человеческой природе. Вот как бы два замечания по поводу Туроца. Ну, то есть ты иудейский фольклор, то я не понимаешь? Нет, это не иудейский фольклор, я чисто рассматриваю сейчас... Близко к сердцу, то есть вот это... Нет, я... Расплятие рождения... Я рассматрел все-таки богословскую... Ну, иудейский, у нас в основании иудейский фольклор. Нет, я рассматривал богословские построения, там... Сколастиков, там, во многом, да? Конечно же, это не касается никак веры. Вера – это нечто непосредственное... Оно... Это некоторое учение, да, как своего рода теория. Теория ведь не зависит от того, на самом деле. Точнее так, наша вера, да, наш опыт жизненный, он не зависит от того, какой мы теории придерживаемся. Мы можем не знать физики, тем не менее, спокойно ориентироваться в этом мире. То есть точно так же. То есть люди, на самом деле, верят, конечно, уже не в это, да? Это попытка логически описать веру. Да, это попытка логически описать веру. Но она базируется на следующем пасхулате. Она базируется на том пасхулате, что мы к Богу не можем подняться благодаря своим усилиям. А только Бог может спуститься к нам благодаря откровению. И поскольку тут ситуация ведь несимметричная, да, потому что Бог бесконечный, а мы как бы конечные. И поэтому мы имеем право в каком-то отношении как бы настаивать на том, чтобы то учение о Боге, которое у нас есть, было логично, последовательно. Почему? Потому что, собственно, как бы, Бог в своем откровении, как бы, Он дает нам это откровение, Он вкладывает его в наши какие-то возможности. И вот, и наши возможности требуют этой последовательности. И поэтому мы должны все-таки вот подходить ко всем таким вот вероучительным концепциям, как бы, опираясь на логику, да, и требовать от нее логичности. Нельзя вот на самом деле сказать, что, ну, просто мы тут не можем по человеческой немощи, как бы, что-то понять. Так говорить нельзя. Мы должны также к таким теологическим конструкциям так же подходить, как и к философским конструкциям. Требует от них некой последовательности самосогласованности. Тут самосогласованности нет. Я вообще удивляюсь. Если взять Иоанна Дамаскина, да, я просто привожу вам сказочный пример. Он пишет о том, что, ну, там, он обсуждает, что вот Бог-Отец, Бог-Сын, да, и Отец, Бог-Отец является отцом, и он предвещен. Не так получается, что он когда-то не был отцом, да, а потом появился сын. А что на самом деле он предвещен является Богом-Отцом, и точно я считаю, что как сын предвещен является Богом-Сыном. И почему нельзя, почему нельзя на самом деле размышлять о том, что он когда-то вдруг стал отцом? Потому что он говорит, что, ну, как бы, это же кощунство на самом деле, потому что Бог-Отогда изменился. Как же так? Он не был отцом, а потом в какой-то момент вдруг отцом стал, да, то есть он подвержен времени. То есть Иоанна Дамаскин прекрасно понимает, что Бог не может изменяться. Но, тем не менее, он дальше пишет, как бы, да, на самом деле, в Троице теперь, после смерти Иисуса Христа, возникла в качестве второй апостаси такая странная составная апостась, как Иисус Христос. У него никаких вопросов не возникает, что предвечно такой апостаси не было, что Бог изменился. То есть, у Иоанна Дабаскина, на самом деле, который, в принципе, написал точное изложение православной веры, которое является, как бы, просто, как сказать, каноническим текстом того, что представляет собой православная вера. Просто он такой за ошибки просто не замечает. Это что, вообще странно. Просто странно. И почему-то никто из богослов, я даже не знаю, кто из богослов такие вещи обсуждает. Вот есть некий намет на то, что вот Арианская ересь, она как раз этот вопрос ставила. Дело в том, что, согласно Арию, да, мы знаем, что Иисус Христос является тварью, да, то есть, просто предвечно, как бы, Бог создает Иисуса Христа. Зачем он создает? Потому что Иисус Христос является тот посредник, который создает мир. То есть, не Бог, Творец, создает мир, да, а Иисус Христос создает мир. И вот эта концепция, на самом деле, она была бы логичной. То есть, изначально Бог создает Бога, да, который вижет в себе уровень, который уже создает мир. И тогда мы, на самом деле, можем попытаться как-то вот играть здесь и вот эту проблему как-то разрешить. Причем тут, заметьте, все, заметьте, все, все, вот, я просто, чтобы понять, зачем мне вообще об этом все будет, все движение. Дело в том, что здесь одно зацепляется за другое. Вот мы говорим о Боге-Творце. Для того, чтобы мы могли бы правильно о нем говорить, у нас возникает вот такая идея, что Бог творит мир. Да? Он будет творить мир как нечто иное, но чтобы Бог завершить это творение, должен в мир входить. А чтобы войти в этот мир, он должен быть Троиц. То есть, у нас вся система строится таким образом, что все три идеи, что Бог является Творцом, что Бог является переединым и что Бог воплощается, они на самом деле взаимосвязаны, они требуют одно другую, это одна логика единая. Если мы отказываемся от того, от логики творения мира, то на самом деле Бог не требуется тогда размышлять о Боге как Троице, потому что не требуется никакого боговоплощения. То есть, все сразу распадается, и Бог сразу становится просто чем-то простым. И мир, но для того, чтобы так было, тогда Бог не должен быть Творцом мира, а просто мир должен быть в Боге. То, что я называл богословием сознания. Богословие сознания – мир в Боге. По аналогии того, что как все находится в сознании. Мир в Боге. Никакого воплощения не надо, потому что все в Боге. Бог не является Творцом мира, поэтому никакой проблемы с творением нет. Боговоплощение не нужно, никакое представление Троичности не нужно. Все сразу поносится в свои места. То есть, всю проблему, связанную с Богом Творцом, можно решить очень просто. Береги просто другое богословие. С тартикулью, динамика. Да, да. Вот именно так. Получается, что изначально православная вера, чтобы обосновать свои живеучительные истины, она просто должна как бы убрать вот это вот. Ну, как убрать, я не знаю тут. Просто, я не знаю, как можно такую неподвижную, такую консервативную конструкцию, в принципе, убрать. Ну, вот, в каком-то отношении переосмыслить, да, в другом ключе. Давай еще раз по поводу орианства. Да, давай. А чтарик чего очень мучит? Что Бог створит Сына Своего. Ну, буквально, в смысле, не рождает, ну, в том смысле, что изначально был Бог, а потом Он рождает Сына. А Он у Него Бог, соответственно, нет? Тоже Бог. Тоже Бог. Да. Тоже Бога были не Словом. А двойная природа Иисуса Христа существует? Нет. Не существует? Тоже Божественное? Ну, изначально это и в Троице, ведь, точно так же. Это вторая поста из Бога Сына, тоже только Божественная. Там никакой нету этих двух природ. То есть, Троище, грубо говоря, монофизистство, да, у Него? Монофизистство входит в Него. Ну, это не монофизиция, получается, что два Бога. В чем проблема? А, Бога два, да? В чем проблема? Ну, все-таки это Бог, а не Парок. Ну, если честно, как бы, я не знаю точно, какого Ария. Ну, просто суть состоит в том, что этот Иисус Христос является посредниками, и Он творит мир. Иисус Христос? Да. А потом приходит в Него зачем? Или он в Него не приходит? Он в Тодалок есть это? Вот этого я, честно, не знаю, я уже не знаю, честно, как это. Я не компитываю тебя. То есть, мне надо подумать. Просто я имею в виду, что, может быть, я просто имел в виду, что... А точно что в Арианстве, что это, что Иисус это, Бог. А это тоже, наверное, не точно. Я, Бог, может, он великий Парок. Я, видишь, на самом деле, я пытаюсь к вопросу обходить чисто логически. Мне вот на саму сторону, да, тут содержательно, но надо еще изучать отдельно. Просто есть же замечательная религия, называется Ислам. Последовательная для невозможности. Бог один, никаких неу составляющих нет. Иисус Христос великий Парок, который был обладал какой-то своей телесной свободой, хотя и Богом вдохновленной. И он умер на кресте и не воскрес. Ну, в богословии сознания точно так же получится. Что Бог один, что Иисус это, что вообще как бы Бог не может освободиться. Соломиум Христос не умирал на кресте? Не умирал в Соломиум? А что с ним случилось? Не знаю, там вообще как-то в Коране, по-моему, написано, что что-то им показалось, что они его там убили, что они его распяли. Ты знаешь, как иисус называется? Как-то там от слова «дакео» казаться. Дакетизм называется, по-моему. Ну, в Коране не говорится. Но это, я не знаю, относится к Корану, просто есть версия, на самом деле, что помните, крест с креста нес Сима. И получилось так, что он нес-нес, и Христос там вот как-то хитро убежал, или там что-то с ним случилось, как бы он удалился и распяли Сима. То есть креста они распяли, а распяли вместо него тот крест Сима. Ну, в общем, ладно, ну, в общем, по крайней мере, непонятно, что с ним случилось, надо вам сказать, уточни, дефицит, я ведь не знаю, что будет с исламом. Просто твоя... Понимаешь, еще раз, я пытался подойти к этому вопросу максимально корректно с точки зрения только богословия. Понимаешь, не касаясь всех этих тонкостей, кто, как и что. Вот просто есть некая конструкция богословия. Ну, полезно же им узнать, кто и кто говорит. Полезно, я согласен, надо же узнать. Просто про само учение Ария так как-то смутно все говорится, что я даже не знаю, надо додуматься. Считайте, что он был дядей Христа, дабы, дядей был. Ари? Да. Ну, и так далее. Надо поинтересоваться. И с исламом в сравнительности с невизичными его администрациями. Понимаешь, на самом деле, это... Потому что ислам уже последовательная и простая религия. Да я понимаю, но я пытаюсь заниматься не религией, а теологией. Понимаешь, я пытаюсь найти логическую сторону Альбома. Я не знаю, там, получаешь или не получаешь. В любой своей версии, какой-то шиитской, суммитской или вообще суфийской. Или в пути. Просто, на самом деле, все религии в каком-то отношении аврамически одинаковые. Понимаешь? Ну, в какой-то... Нет, с точностью до каких-то подробностей, как ты говоришь, там, фольклорных, там, они все одинаковые. Понимаешь? Вопрос же не в этом состоит. Вопрос в принципе состоит. Должна быть некая согласованная теология. Существует она или не существует? Вот что проблема. Я не очень понимаю, есть ли какая-то теология в исламе. Кроме того, что есть Бог и все. Согласно твоему изложению, что единственная правильно согласованная теология, так раз в исламе и существует. Но если в исламе говорится о том, что все есть в Боге и что Бог ничего не творил, а мы просто в Боге находимся и все. И всегда Бог был, и только Бог есть. Не знаю. Тогда, на самом деле, если ислам так истолковать, тогда это даст самосогласованность. А если Бог в исламе точно так же был предвечен, а потом он мир сотворил, тогда вся логика точно так же будет развиваться. Ну, заметьте, в чем проблематично стоит. Что Бог был как-то предвечен, а потом наступил момент, когда он мир сотворил. Сама логика того, что вдруг наступил такой момент, сама эта логика оборочена. Отсюда все проблемы. Что вообще, как бы, то, что находится вне времени предвечен, это значит вне времени, вдруг возникает в момент, когда возникает мир. Свой прикол, у них еще предвечен существующая, то есть до Бога книга. Ну вот видишь, ну и тем самым получается, что Бог ограничен этой книгой. А, да, у них вот еще как-то. Потому что, как бы, более последовательно считают. Там свой личный прикол, без прикола не уходит. А до книги еще Магомед должен был быть. Который... Нет, нет, нет. Она предвечно существовала, а он просто не отодыл. Я просто предлагаю, как бы, вот именно я это... Ну я думаю, что не во всех направлениях, как из исламской теологии. Просто это интересный вопрос, что там в исламе. Там же... Какие священия Бога. Да. Там же очень разаботная тоже теология. Но есть еще... Давайте, может тогда, если так мы быстро пробежали эту проблему, можно еще одну проблему разобрать. Она проблема, связанная с тем, что вот есть своего рода манипуляция. Да, вот нам говорят в христианстве о том, что самое главное событие, которое произошло, да, это... И каким способом спас, собственно, Иисус Христос все человечество, это то, что он страдал на христе. То есть вот это жертва Христова, да. Бог послал в мир как бы Сына Своего Единородного, да, чтобы верующие в Него не погибли, но имели жизнь вечную. Да, вот такая логика. Логика состоит в чем? Вот есть тут две версии. Первая версия католическая, она связана с тем, что как бы Иисус Христос тем самым как бы выкупил, да? У кого? Вот мы как раз этот вопрос сейчас зададим. У кого, да? Он выкупил человечество как бы за вот его белье. То есть он как бы... У дьявола. Возместил, да, возместил вот тот, кто как бы моральное или какое-то там другое там неудовольствие у Бога или у кого-то еще, да? Угу. Это вот католические то есть, а православная версия состоит в том, что как бы на кресте, собственно, произошло излечение человеческой природы. То есть мы были больны в силу грекопадения, а там в силу католических, в силу грекопадения мы задолжали Богу как бы, да? И либо мы возвращаем ему долг, либо вот мы как бы исселяем эту нашу природу. Ну, это просто я специально, чтобы его подготовить, да? И вопрос тогда ставится в том, собственно, и этот вопрос ставлю я, в принципе, и богословы этот вопрос ставят. У кого, собственно, Христос выкупил человечество? Были разные вещи. Там были богословы, которые считали, что дьявол выкупал. Но тогда дьявол приобретал слишком большую значение, да? И получался как бы дуализм такой, да? Противоборство. Да. И зачем ему такая была? Бога и дьявола. Равноправие, да. И тогда решили, что на самом деле как бы Бог просто, что получается, что как бы тут такая странная логика, а если дьявол получается нет, что если опять мы в гуманизме действуем, да, есть только Бог, то получается, что как Бог прощает человека, как бы отрубив себе руку, да? Ну, условно говоря, если вот как я бы простил своего брата, руку отрубил и сказал, вот я отрубил себе руку, и я тебя прощаю. Ну, потому что немного странно как бы, да, отдавать свою сыну на растерзание, да, и считать, что тем самым человечество прощено. Вот здесь какая-то такая странная логика, непонятная. Ну, эта логика, вот непонятная логика, она до сих пор не разъяснена четко, да, и непонятно, кто у кого-то что выкупает. И поэтому православие действительно более последовательно излагает эту точку зрения тем способом, что просто Иисус Христос на кресте, благодаря вот этому страданию, богочеловеческой природы, просто исцелил человеческую природу. Теперь все, кто через средства приобщается к Богу, они могут вот это его исцеление получить, да? Но тут тогда возникает другая проблема. Проблема ведь состоит в том, что для того, чтобы исцелиться, теперь надо прийти к Христу, да, и прийти к Богу. А другого пути к Богу, кроме как через крестание, получается какая-то манипулятивная логика. Получается, что тебе говорят, что извини, вот тут вот за тебя пострадали, и ты как бы кому-то должен. Да, и ты должен вот прийти к Христу, там, а если не придешь, то тебя грозят вечными муками. То есть такая простая дилемма, такая. А ведь мы же понимаем, что в Христианстве речь-то идет о любви. Вроде как, что человек, а что такое любовь? Любовь не может быть под прессом, да, или в результате торговли. Так, любовь – это нечто свободное. То есть я, если я из любви прихожу к Богу, то это моя воля, да. Тут нет никаких условий, не может быть никаких условий. А тут получается, что кто-то мне дал кредит. То есть Иисус Христос как бы, да, всех нас спас. Он как бы нам сделал кредит. И мы теперь по этому кредиту вроде должны заплатить. А мы и не просили. Да, мы и не просили. Мы родились, а нам уже счет предъявлен. Да, да, да. Вот это вот странное какое-то, непонятно, как с этим выйти. Вот это и есть элемент идеологии обороны. И причем как бы именно настаивает вот всякое христианство, именно настаивает, что жертва Христова – это и есть центр как бы всего понимания христианства. А на самом деле, конечно, это не так. Да, это вот… Потому что это тот самый центр, с помощью которого можно манипулировать. Но, по идее же, если Бог есть любовь, если мы через любовь приходим к Богу, то не может быть и распятие, не может быть эта крестная мука, вот эта жертва Христова, не может быть центром. Центром должна быть его жизнь и учение. Да. Но вот это еще одна проблема, да, как бы она связана просто с тем, как интерпретировать просто, в чем состоит, собственно, смысл христианства. Смысл христианства, конечно, состоит не в том, как человек, это или Бога человек умер, а состоит в том, просто как он жил, что он проповедовал, как бы, был ли он последователь, да, там, он проповедовал любовь-то. И, собственно, как бы, он говорил о том, что надо родиться второй раз от Духа. И, собственно, мы в том смысле, когда мы приобщаемся с Духом, мы приобщаемся с Богом. И это приобщение духовное, оно действительно свободное. Тут нет никаких условий предварительных, нет никаких там, это, обязательств каких-то, или каких-то кредитов каких-то, да, предварительных даров, ничего нет. То есть ты можешь просто, там, прийти к этому или нет. И причем, ну, понятное дело, что, если здесь это отношение свободное, то, естественно, нет никаких ипосмертных мух. Ну, кто-то придет, кто-то не придет. Не может быть никаких за это наказаний. Апосмертных воздаяний? Ну, это неизвестно, надо так говорить. Просто это неизвестно. Есть ли ипосмертные воздаяния или нет? Да, но дело в том, что, посмотри, если его нету, то получается, что нет ни абсолютной справедливости, ни универсального всеобщего смысла человеческой жизни. Ну, я тебе на это могу просто ответить. Если есть воздаяние, то тогда, получается, тебя покупают. То нет свободы. Да, свободы нет, получается. Нет, ну, понимаешь, почему, не то, что тут, видимо... Ну, тогда, как наемник, понимаешь? Тогда, может быть, осуждать так, что непонятно, то есть дело обстоит не таким образом, что ты, как бы, определенное что-то соблюдай, какие-то заповеди, и тогда получишь воздаяние. А как ты что-то сделаешь? Вот как в количестве. Ты сделаешь вот это и получаешь там соответствующую долю какую-то. Ты должен определенные вещи сделать, как бы, да, увеличить количество своих добрых дел для того, чтобы вот искупить себя, соответственно, там, продвинуться вот в этом там, в чистилище, там, и дальше, и дальше, как бы, все дальше, и дальше. Я понимаю, но получается, действительно, как бы, верно и то, что ты говоришь, но, с другой стороны, верно, в общем-то, и то, что я говорю. И как с этим быть? Ну, просто вопрос справедливости, Стас, это всегда вопрос торговли. Ты же прекрасно понимаешь. А как торговаться с Богом? Если есть торговля, значит, нет любви. Здесь есть некая противоположность между принципом любви и принципом справедливости. С другой стороны, ты бы захочешь... Допустим, ты говоришь о себе самому, а ты, например, хочешь, чтобы какой-нибудь злодей, который рядом тоже действует, чтобы его наказали. Тут же другой принцип, да? Так вот, правильно. Ты это хочешь? А его точно так же ведь Бог любит, как и тебя. Даже больше. Можно угодить. Торговля невозможна без внедрения какого-то критерия, а любовь возможна. Поэтому я, на связи с Стасом, для себя могу только сказать, как я это решаю. Я решаю так, что просто... Воздаяние будет состоять в том, на самом деле, просто, Стас, что одни просто умрут, смерть, в буквальном смысле, и все. А другие, может быть, пойдут дальше. А, ну так, в самом-то и дело, это воздаяние уже. Ну, это... И все равно, как бы, я настаиваю на том, что знать точности это нельзя. Правильно. Можно только додумать. И, Игорь, помимо вопроса о справедливости... Помимо вопроса о справедливости... Ну да, да, да. На самом деле, тут вот есть некая дилемма. Все-таки игр прав. Постоянно будет возникать дилемма. Вот такая вот... Не альтернатива вот эта вот... Коллизия между свободой человеческой, да, а наша любовь может жить только на свободе, и вот справедливостью, да, которая должна все-таки быть торговлей. А если торговля, то не любовь. Любовь либо торговля, другого не дано. Ну, помимо вопроса о справедливости, есть еще вопрос о смысле жизни. Если нет... Если вечная жизнь невозможна никаким способом, то... Ну, что? Ну, что можно? Ну, рассуждайте о идеологии, а другой скажет, да плевать мне на вашу идеологию. Жизнь одна, смысл в том, чтобы как можно больше кайфа получить. Ну, на это можно только одно сказать, что этот вопрос решается тем, что Бог никак вот себя в виде доказательного смысла не проявил. До сих пор как бы все остается неопределенным. То есть, фактически мы можем только просто верить и все. У нас никаких доказательств, что есть Бог, нет. У нас никаких доказательств, что его нет, тоже нет. Все, получается, держится на неопределенности. То ли это есть, то ли его нет. Я хотел сказать о другом. Я-то хотел сказать о другом. О том, что там есть Бог или нет Бог, это один вопрос. Но если он есть, то идея вечной жизни, она необходима. Без нее религия просто теряет свою жизнь. А если она необходима, то возникает опять же торговля. Стас, ну каждый раз. Я понимаю. Есть три способа отношения. Отношение с помощью страха, как рак. Рак исполняет указание господина, потому что боится наказать. Это первое. Второе отношение – это отношение наемника. Когда ты за оплату какую-то, которую тебе обещали, в будущем ты, допустим, будешь вечно жить где-то там или как-то в мусульманстве, где-то там в разных кучах с этими общаться и так далее. То есть это как наемник. А вот третье – свободное. То, на чем, собственно, и образируется христианство по своей сути. Как эти отношения выстраивать, если все-таки отказаться от наемничества и страха, непонятно. Но понимаешь, в чем дело. Тут вот такая фишка-то есть, что, допустим, даже есть вечная жизнь. Но нам-то это знать не дано. Нет. Нам это знать не дано. И поэтому все равно у нас есть свобода выбора. То ли, так сказать, принять, что этой вечной жизни нет, так сказать, и делать упор на какие-то сиюминутные, так сказать, выгоды и удовольствия, либо принять все-таки, что она есть, и руководствоваться в жизни уже какими-то другими принципами. Ну, ты к этому пытаешься подойти, как это, слишком прагматически. Вот когда ты общаешься с другим человеком, зачем брать Бога? Вот общаешься с другим человеком, как ты свободный, он свободный, вы друзья. Ты все точно так же подходишь прагматически к этому вопросу, что ли? Это просто некие свободные взаимоотношения между двумя людьми, которые непонятно как развиваются. Там нету такого, мне выгодно с ним общаться. Понимаешь? Просто у вас есть какая-то дружба, допустим. Эта дружба как-то длится. Есть какие-то плоды этой дружбы и прочее. Вот так же и взаимоотношения с Богом, на самом деле. Может быть, оно приводит к чему-то, может, не приводит. Здесь всегда возникает вопрос о воздаянии, потому что Бог, типа, огромный, всемогущий, а ты, типа, маленький, и неплохо было бы поделиться. Нет, ты понимаешь, в чем делаю. Когда я общаюсь с человеком, да, это отношение... Когда я общаюсь с человеком, у меня не возникает вопроса о том, что этот человек, так сказать, вольет в мою жизнь некий, так сказать, абсолютный смысл. Я просто общаюсь с ним как с равным, как с ним. А почему? Другой человек, такая женщина, которую ты любишь... У нас вся поэзия, все искусство, в принципе, заточено на том, что в любви появляется великий смысл. Смысл появляется. Человеческий жизнь. Смысл появляется, да. Другой скажет, а вот у меня смысл в другом. А третий скажет, а мой смысл в третьем. Правильно, ничего плохого здесь нет. Плохого нет. Так, а значит, универсального смысла нет тогда, получается? Да, универсального смысла нет. Хотя Бог на это претендует. Но, в принципе, когда человек и Бог взаимоотносятся с другим свободно, такого универсального смысла нет. Потому что ты можешь отказаться же, ты же свободен идти к Богу или не идти к Нему. Ты можешь отказаться. Но, как человека, человека любого реально живого, я, так сказать, вижу, я с ним общаюсь в реальности. Бог, он непонятно, он где-то там, есть он, нет его. И, собственно, возникает вопрос, а Бог-то он мне зачем вообще? У тебя, опять же, потребительство какого-то отношения. Чтобы другого человека как-то отдержать. Без Бога это невозможно. Ну, Стас, вот, например, это просто осуди. Ты веришь, что вот Дух есть? Просто Дух. Общий человеческий – некий Дух. Если ты в это веришь, то ты уже недалек как бы от Царства Небесного, что называется. Понимаешь? Ну, не знаю, что… Или ты веришь вообще, что ты один Дух существует в жизни? Конечно. Много людей, да, и люди как-то не могут друг другу понять. Могут. Есть некий, как бы, Дух, то, что их объединяет, там, то, что воплощается, там, в культуре, там, не знаю, там, в искусстве. Вообще, вот, то, что мы понимаем, как вот… Ну, да. Воплощено в обществе, в цивилизации, в принципе, в целом. Вот есть некий Дух. Так вот, этот Дух – это и есть Дух Бог Божий. Это откуда-то известно. Ты говоришь, Дух Божий, значит, Бог все-таки не этот Дух, а нечто еще другое, более, еще, так сказать, более сложное. Ну, потому что Бог… Откуда ты делаешь? Чтобы не Дух Божий, а не Дух Крови, то скажем. А зачем нам эта сущность? Влад, а зачем нам эта сущность новая? Нет, я просто хочу Стаса навести на мысль, как вот можно Богу войти. Он говорит, я его не вижу. Я тебе объясняю, как можно увидеть. А зачем нам эта сущность новая? Зачем мы ее примем? Ну, что значит «зачем»? Ты потребитель какой-то, Стас. Что значит «зачем»? Зачем тебе кушать? Это для того, чтобы жить, да? Да. Зачем тебе воздух, чтобы дышать. А зачем тебе Бог? Тебе Бог не нужен. Нет, дело не в этом, что он мне не нужен, понимаешь? Ты скажешь, как из нужды. Вот зачем тебе другой человек? Вот я тебе не нужен же, в принципе. Я есть, я или меня нет, и от этого никак не страдаешь. Так же и Бог. Это как личность. Понимаешь? Не, ну личность. Ты передо мной. А где Бог? Ну, я ж не… Бог, а… Он позади. Нет. Между вами. Просто, ну понятно, что Бог сказал… Ты скажешь там где-то… Там где-то у вас… Нет, я все понимаю, что есть всякого рода, так сказать, эмоции, чувства, есть там дух человечества, есть там любовь, много чего есть. Беседа скатилась к вопросу, есть Бог или нет. Много чего есть. Вопросы, ну это… Это уже не богословские вопросы, это уже… Богословские. Это уже богословские. Это уже богословские. Дело не в том, что… Есть он или нет. Вопрос решать бессмысленно. В том смысле, что… Бога нельзя пальцем ткнуть, вот так сказать. Для того, чтобы к нему прийти, надо все-таки, как бы, пройти некий пункт. Если, во-первых, внутреннее чувство называется религиозное, надо… Либо с помощью него можно ощутить, да, как бы, что-то почувствовать. Если ты не можешь помочь его почувствовать, можно попытаться двинуться, там, вот, логическим путем. Попытаться… Некой бесконечности, как, вот, знаешь, как… Пытаться, отрицая все конечное, как бы, прийти к некому пределу, да, к чему-то бесконечному. И попытаться понять, вот, что могло бы быть такое вот бесконечное. Есть что-то предельное? Вот мы конечные, ты понимаешь прекрасно, что ты… Мир больше тебя, да, вот, как бы… Ну, пытайся, как бы, понять… Есть какие-то предельные сущности. То есть, речь говорит о любви к Богу. Что это такое? Что такое любовь к Богу? Ну, если это предельная сущность, просто обыкновенное, как бы, пространство пустое… Зачем тогда… Тогда, как бы, это… Эта предельная сущность, она не может… Она предельным является только в каком-то одном отношении. Она не является абсолютным. Почему? Потому что мы, даже являясь более высоким уровнем сущностями, да, являемся выше этого предела. Потому что этот предел пустое пространство, оно все-таки, вот, например, целостность организма. Поэтому мы можем Бога осознать только, если придадим ей такую же сущность, которую мы станем выше всех. А это выше всех сущност, которые мы можем поставить, и которые мы знаем по своему опыту – это личность. И потом мы считаем, что вот… Есть ли некая предельная личность? И мы восходим к этому… Называем Богом. Для того, чтобы, как бы, на своем личном опыте… Ведь каждый должен это на личном опыте осознать. Можно сколько угодно там читать, слушать и проще там обсуждать. Либо в твоем личном опыте есть эта личность, либо ее нет. Это уже вопрос личный. Тут уже ничего не сделаешь. Понимаешь, даже если в моем личном опыте она есть, это просто, так сказать, можно сказать, что в меня культура это вложила. Стас, ну ты действительно, ты хочешь всю беседу свести к тому, что есть Бог или нет, но это же неинтересно. Ну я не к этому хочу свести, я просто хочу сказать… Ну вложила в тебя культура. Ну всегда же можно все так истолковать, Стас. Я могу истолковать, что за окном нету мира, что это мне только снится. Что культура вложила? Нет, что снится он мне. Всегда можно, на самом деле, найти одну интерпретацию к какой-то реальности. Понимаешь? Можно сказать, что вообще ничего нет, все это как бы иллюзия. И более того, доказать буду сложно, что это не иллюзия. Понимаешь? Самому себе доказать. Каждый раз это всегда можно интерпретировать разными тропами. Ну ясно. Либо есть доверие к миру, либо его нет. Если где-то нет доверия к миру, можно вообще вот так вот свернуться в одну точку и все. Из имени. Ну да. Это вопрос о доверии уже. Но доверия у него, наверное, нет все-таки. То есть так же просто, когда ты доверяешь Богу, как бы это тоже своего рода доверие. Ну ладно, давайте, дальше какая там проблема еще была? Все. А, про проблему, про манипуляцию, как бы вы посчитали, что так оно и есть. То есть тут никаких возражений нет. Ну еще чего? Это же немного странно. Ну не странно. Что, манипуляция чего-то? Люди построили. Ну, как бы Иисус Христос кредит нам дал, в том смысле, что свои жертвы на кресте он спас нашу природу и поставил ему такую альтернативу. Ну, собственно, не сам он поставил, а христианство ставил в альтернативе. Либо вечные муки, либо как бы с Христом. Ну это ладно, это же тоже фольклёр, блин. Это же фольклёр. Ну это тоже фольклёр, согласен. Ну, так зачем обсуждать фольклёр-то? Не, ну первое, когда я логически рассказывал, это не фольклёр. Почему? Там логика присутствует. И эта логика, она, как бы, троичность Бога, и то, что Бог творится, и то, что Он воплощается, это просто одна, одна сплошная логика, которая просто взаимосвязана. Просто они, когда крутили и пытались понять, как... Ну ты же сказал, что троица – это из-за красоты. Вначале была двоица, а потом стала троица. Три красивые. Двоица. Там, где двоица, там и множественность. Просто можно Бога и десятиречно понять, да, там, и как угодно. Ну, троица же всё-таки. Нет, всё-таки важно для фольклёра. Важно, что троица, не четвёртый день. Нет, я сказал ещё, что именно, может быть, конкретно, троичность – это фольклёр, а то, что у Бога два – это не фольклёр, это логично. Нет, от Зайца ушёл, я от... Ещё раз говорю, то, что Бог двоичит, Бог Отец и Бог Сын – это необходимая вещь. Тут нет никакого фольклёра. Необходима она, потому что две личности – одна воплощённая, другая – трансцендентная. Понятно. Да, вот... Она иммунентная, да, воплощённая. А Святой Дух – это фольклёр? Да. А Святой Духом просто добавили, потому что, ну, три приселились, да? Посмотрите, чем два. Ну, ещё, кстати, вот можно так, ещё немножко, момент сказать, вот по поводу того, что я говорил. Вот, допустим, если Бог есть некая предельная личность, да, вот, рассуждая по аналогии отношений с другими людьми, мы же хорошо относимся к каким людям, да, которые, так сказать, там, не знаю, там, честные, там, благородные и так далее. И, соответственно, плохо относимся к тем, которые, там, подлецы всякие и так далее. Так, поэтому возникает вопрос, а вот Бог, который, Бог, как некая предельная личность, собственно, почему мы должны к нему хорошо относиться? Ну, я тоже говорю, опять же, ты ставишь вопрос из необходимости. Все эти «почему» они связаны с тем, что ты говоришь, какая необходимость мне относиться к Богу. То есть Бог не нужен. Да, нет, так вот... Ты любишь другого человека не потому, что ты, как бы, он красивый, там, или что? Нет, у тебя же всегда есть вопросы. А потому что просто. Почему, почему Бог... То есть просто, ты, ты не полюбишь, допустим, может быть, там, человека или, там, женщину какую-то, которая, там, стерва, там, сволочь, там... Еще раз говорю, я объясняю, это... Значит, любовь зла полюбишь и козла. Нет, тебе надо ответить на другой, более фундаментальный вопрос. А почему там то, что ты считаешь Богом, не является сатаной? Потому что я же тебе... Потому что я же тебе... И ты каждый раз, Игорь, задаешь вопросы неправильные, потому что я же тебе сказал, что... А что мне неправильно? Потому что субстанция, субстанция одна. Ты можешь ее назвать Зета-3. Это совершенно не важно. Субстанция одна. Почему сатанас? Потому что нет второй субстанции. Второй субстанции нет. Есть одна субстанция. Назовем ее благо по определению. Потому что она... Пусть она, да. Почему вы к ней любовь должны испытывать, а не ненависть допустим? Пожалуйста, испытывай ненависть. А твои проблемы, там лишь источник. Испытывай ненависть. Мы не уверены, что эта самая субстанция, она как раз, например, за духом людей где находится. Что дух людей как раз имеет отношение. Даже мы сейчас не... Вы пытаетесь вопрос... Я пытался проблемы к христианскому богословию обсуждать. А вы пытаетесь обсуждать другие вопросы. Для того, чтобы их обсуждать, нам сначала надо 10 часов проговорить, и все термины договориться. Потому что вы думаете, что на ровном месте можно обсуждать такие вещи. Нельзя. Потому что надо понять, допустим, что такое богословие мышления, что такое богословие сознания. Выяснить все моменты. Это не все так просто. Это не получится очень быстро тут свести к одному к другому. Это все равно, что если бы я о калсофии сознания, бы тоже пытался бы за 10 минут вам быстро тут все втиснуть. Не получится быстро втиснуть. Просто если у тебя электрон добрее, чем протон... Слово добрее, на самом деле, здесь еще... Я в прошлый раз как раз отвечал на этот вопрос. Благо, которое понимается как бытие, и добро, и зло, это разные вещи. Добро и зло понимается в смысле свободы. Ладно, если бы электроник была благодать и почечный протоник, у тебя всегда встает вопрос даже с точки зрения монотеизма, что тот самый друг, которому ты поклоняешься, пытаешься поклоняться, является, не является, но он сэкономит. Из простого факта, что у тебя уровень благодати в электроне и протоне, он разный. А почему есть благодать так? Ну у тебя же... У тебя дальше от Бога, тем благости меньше. У тебя же не спричатись. Так она у тебя... Недостаток Бога у тебя возникает. Недостатка некой единой силы у тебя возникает. Отсюда возникает несовершенство мира. И так как я тебя понимаю? Что у тебя есть центр... А как ты можешь знать... Понимаешь, центр это... Это же не в физическом смысле. Это не в том смысле, что в центре Земля, а на периферии там на остальном космос. Это же смысловой некий центр. Вот есть некий смысловой центр, и он влаги. Есть некая периферия смысловая. Различные вещи. Это нельзя понимать. Различная степень влага у тебя в вещах есть или нет? Нет. Одинаковая степень влага. Непонятно. Понимаешь, мы не можем сказать что, сколько блага у этого, и сколько... Сравнить, например, сколько блага у дивана, сколько блага у стола. Потому что и то, и другое есть. Это не наша компетенция. То есть у них одинаковое количество влага? То есть электронный электронный. Еще раз, ты говоришь нечто неисусветное. Почему? Благо не меряется больше-меньше в предоположных вещах. Просто выстраивается некая в рода метафора, что есть некий центр, есть периферия. Как объяснять эти центры и периферии применительно к конкретным вещам? Непонятно. Но можно, допустим, пытаться так, чтобы тебе было понятнее. Что благо, допустим, в живом существе больше, чем в камне. А благо в человеке больше, чем в собаке. Вот если как бы вот такая вот... Но все-таки в электроне и протоне разное количество блага. И они... Я еще раз говорю, что это непонятно, как электроны и протоны измерять в этом отношении. Но есть некая иерархия, здесь слома. Когда в собаке меньше благо, чем в кошке, то тогда у тебя... Еще раз говорю, Игорь, еще раз говорю. Нету тут никакой физики и математики, которую можно было бы измерить больше блага или нет. То есть так же, как... Если опустить слово благо, а просто говорить слово бытие, то есть так же, как нельзя измерить, в чем больше бытия, в чем меньше бытия. Понимаешь? Но! Но можно в каком-то отношении, смысловым образом... Мы понимаем это. В каком-то отношении, например, живой организм, как у кошки, он более устроен это сложно, более как бы нам... То все-таки бытия больше? Да. В каком-то отношении у него больше бытия, чем у стола, его просто у камни. И у человека больше, чем у кошки. То есть иерархия какая-то есть, смысловая иерархия. А у нас сильника и педофила больше бытия, чем у праведника и этого. Но если ты хочешь превратить все просто в балаган, то я же тоже могу любую это превратить в балаган. Ты вопросы задаешь некорректно. Я тебе объясняю, что такие вещи, это благословские, надо понимать в метафорическом смысле. Никакого прибора не создать, чтобы измерять, больше там блага или меньше. Точно так же, как это, если объяснять это через бытие. Нет, если ты понимаешь, в любом случае, мирность мира как некую недостачу, ты же понимаешь, что мирность мира это же как некую недостачу подозначение к Богу. Вот это, давайте просто проще объясню. Тебе надо тогда объяснить одну простую вещь. Потому что что-то ты вот понимаешь за Бога, это есть не чистота этой недостачи, а именно Бог. Вот так ты, наверное, тебя понимаешь. Не понимаю, даже я не понимаю, что ты сказал. Причем есть мирность мира? Да и вообще, как это просто... Ну, мирность мира у тебя понимается как недостача. Почему? Ну, потому что это мир тварь, он отличается от Бога. Отличается. Бог у тебя... Причем есть мирность мира такое? Мирность мира это связано с миром, а не причем есть... И бесконечности. Бесконечности. Что? Вот давайте просто простыми словами скажем, смысловыми, чтобы вот не гонять какие-то электронные столы. Простых смысловых категорий. Когда говорится о Боге, то утверждается, что есть некая иерархия бытия. И просто бытие однородно такое, и там бытие, везде все однородно. Я и Сто, это все однородно. А так, что в бытие есть иерархия внутренняя. Вот о чем говорится. Либо она есть, либо ее нет. Ну вот хорошо. Есть ли ее нет, это просто означает, что Бога нет. Вот и все. Ты можешь... Еще раз говорю, еще подожди. Подожди, ты просто научись придерживаться правил игры. Если мы говорим в богословии, то это означает, что такая иерархия есть. Я с тобой полностью согласен. Если Бога нет, то да какой же я мое? Да, при чем здесь нет? Согласен. Девух, мы... Вот когда ты говоришь о квантовой механике, я же тебе не встаю и не говорю, что нет никакой квантовой механики. И тебя нет, ничего нет. Я же такие вопросы тебе не задаю. Это же глупо на самом деле. Это вопросы на самом деле. Не по делу. Если ты хочешь спросить по делу, то я тебе говорю, что играй в правилах теологии. В правилах теологии состоит то, что есть иерархия. Она состоит в том, что бытие и интенсивность бытия разная. Есть центры и периферии. Все, это изначальное правило. Это не обсуждается. Это правило теологии. Либо ты обсуждаешь теологию, либо ты вне теологии. Если ты вне теологии, ну все, тогда вопроса не задаешь. Пусть я в теологии. Тогда я просто должен понять, что то, что мне предлагают считать за Бога, почему тогда не воплощение низшей степени иерархии? Самый низший, самый далекий. А что тебе дают? Если низший, возьми, тогда поменяй полюса. Еще раз говорю, Бог то, что вверх и наверху. Еще раз говорю, ты каждый раз, мне больше странно, ты вроде физик, кандидат наук. А ты не можешь понять, что вверх и низ это вещи относительные. Но у тебя низ, значит наверху Бог. Ты скажи, это не значит там Бог. Какая разница? Это же вещи относительные. Мы же все верим относительно. Это вот центр, а это периферии. То есть между Сатаной и Богом только отговоры на именоватах? Нет, это сначала ты какое-то слово придумал, Сатана, я же тебе сказал. Нет никакой второй субстанции. Субстанция одна. Эта субстанция одна и есть Бог. Субстанция одна. По определению так. Ну, слушай, выброси слово Бог. Давай говорить смысл. Я просто буду говорить благо. Не буду говорить Бог. Я буду говорить, что благо, оно имеет разную интенсивность. Тебе не нравится слово Бог? Ну не говори. А что такое благо на самом деле? По определению. Благо это то, к чему все стремятся. Правильно? Все к чему стремятся? Все стремятся к жизни. К бытию стремится все. Мы стремимся к бытию, да? Род стремится к бытию. Все живое стремится к бытию. Значит, бытие есть благо. Ну, по определению того, что такое бытие. Один хадиг и стремится к смерти, да? Нет. Дело не в том, что один хадиг и стремится к смерти. Там просто совсем другой разговор. Когда говорится о стремлении, там имеется в виду, что наша жизнь конечна. А не в том, что мы стремимся в смысле желания. Есть два понятия стремления. Есть стремление в смысле желания, что мы к чему-то желаем и стремимся к чему-то, как к благу, как к какой-то цели. А есть другое стремление, что хочем мы того или не хочем, а мы просто куда-то и следуем. Во времени, рано или поздно, достигнем момента, когда умрем. Понимаешь? Вот это разные понятия стремления. У Хартия говорит, что мы есть бытие к смерти, а имеется в виду просто, что мы все смертны. А не то, что мы все хотим смерти и желаем смерти, и к ней спешим и стремимся. А стремимся мы к благу, и все мы стремимся к благу. Мы стремимся к жизни, если говорить о людях, да, это животные стремятся к жизни. Причем не просто стремятся к жизни, а более интенсивной жизни, более там счастливой жизни. В любом случае мы стремимся к бытию, к большей интенсивности бытия. Мы, понимаешь, стремимся. Животные просто стремятся к бытию, растения стремятся, все стремится жить, да, все хочет существовать. И в этом и состоит в том, что бытие понимается как благо, как то, к чему все стремится. А слово Бог, это же пустое слово, но мы решили так называть это словом Бог. Можно не называть слово Бог, можно просто говорить о благе. И весь разговор повторится, что есть только блага, одна субстанция. А все остальное понимается как недостаток блага. И это надо понимать как центр и периферия. Вот все рассуждение. И это и есть собственно богословие. Потому что именно богословие выстраивает иерархию бытия. Есть более интенсивное бытие, менее интенсивное и так далее. Что есть вот разные... Черепаху живет дольше, чем аквариумная рыбка, то и бытия больше. Ну ты опять же профанируешь. Есть разная интенсивность бытия, она же есть, но мы-то живем более интенсивно, чем живет растение. Растение живет более интенсивно, чем живет камень. В каком-то смысле, вот поймите, здесь метафорический смысл. Понятно, что сравнивать это нельзя. С абсолютной точки зрения нельзя сравнить. Но в каком-то отношении мы это понимаем. Что вот человеческая жизнь ценнее, чем жизнь кота. А жизнь кота ценнее, чем жизнь растения. А жизнь растения ценнее, чем жизнь камня. А жизнь белого человека, она более ценнее, чем негра. Это мы тоже понимаем, чем таджика скажет. Я еще раз говорю, что ты можешь профанировать все, что угодно. Просто есть первичные некие смыслы, как бы, либо мы как… Уколы по теме. Да. Есть просто некие первичные смыслы, понимаешь? Их надо улавливать. Когда… В отношении всех людей, как бы, крестец говорит, что все люди равны. И нет никаких белых, черных и так далее. Ни во Христе нет, ни господина, ни раба, ни мужчины, ни женщины. Но коты и люди есть, да. Коты и люди различаются фундаментально. Это разные уровни бытия. Фундаментально различаются. Мы не можем быть с котами равными. Не можем сравниться. С неграми можем, а с котами не можем. Негры, это еще раз говорю, негры и люди. А коты – это животные. Это разные пласты бытия. А еще скажи, с камнем ты будешь равным. Ну а шампадзе. Ну с камнем, ну ладно, шампадзе – это животное. Такое же, как кот. А это, а камни… Ну еще как бы элементарные вопросы… Ну, соль, я же говорю, если мы движемся в рамках теологии, то все эти вопросы заранее предлагаются, что они как-то решены. Конечно же, можно все уравнять на самом деле и жить просто в другой системе и континент. Но это просто не будет теологии. Вот и все. Можно сказать, камень, там, человек, там, не важно, что это животное. Это все одно и то же. Один и тот же мусор. Ну можно так сказать и жить в таком мире. Можно. Но ты с этой теологией приходишь со мной к чтольности, к неким различиям. Есть… Мне интересно такой разговор про прикольный. Это и называется теология. Это и говорится о том, что это раздел философии, в котором… Нечто предположено… Выглядит опасной ересью, что белый человек и негры одни и те же. Один и тот. Почему опасная ересь? Как раз обратное, то, что они разные, выглядит опасной ересью. Потому что человек, любой человек является сыном Божьим и он равен другому человеку. Потому что два человека являются сынами Божьими, неважно, как они выглядят. Неважно, какое они вероисповедание, там, как родились негры или прочее. Они все люди. И все, как люди, являются сыновьями Божьими. Тем самым уравнены в Боге. Их Бог уравнивает. Вот как это происходит. Это один уровень. Все люди – это один уровень. Все животные – это другой уровень. Все растения – это третий уровень. Все камни – минералы лучше. Четвертый уровень. Может быть, этих уровней больше. Это уже вопрос другой. Надо просто пытаться это как-то изучать. Я просто этим не занимаюсь. Я вижу такие очевидные явные уровни. Их можно увидеть. Раньше вверх строили уровни. Считалось, что планеты – это еще более высокий уровень. Считалось, что планеты – боги. А звезды – еще более высокий уровень. И так далее. Но сейчас такого уже не строят. Хотя, можно, наверное, так тоже рассуждать. Почему нет? Вопрос еще раз говорю. Вопрос состоит в том, что если мы стоим на некоторых предварительных предусловиях, что такое теология. Теология как бы выстраивает некую герархию бытия. И эта герархия бытия – она именно содержательная. Естественно, она не теоретическая философия, которая начинается с нуля. А уже философия, которая начинается с какой-то предпосылки. Эта предпосылка и она есть. Что есть некая иерархия блага, как бы есть некая иерархия бытия. И мы должны просто понять, как эта иерархия бытия существует. И, собственно, дойти в этой иерархии бытия до человека и понять, как человек соотносится с этим благом. И тем самым, может быть, попытаться выстроить место человека в мире. Ведь в чем состоит? Чтобы понять место человека в мире. Будет благословие, выстраивается, и вообще вся теология, она именно выстраивается для того, чтобы указать место человека в мире, чтобы его осмыслить, в чем состоит человек. Потому что мы до сих пор... Вся проблема в философии... Вместо человека... Вся проблема человека... Вместо человека в мире быть равным снегам. И... Человек это некий несостоявшийся проект. Это еще нечто, что только возможно. Еще не осуществленная вещь. Может быть, она когда-нибудь осуществится. А может так и останется незавершенным проектом в виде возможности. И вот, чтобы понять его, выстраивается богословие. Смертный Бог. Да, можно так сказать, что смертный Бог, да. На самом деле, любое богословие, в конце концов, доходит до того, действительно, что человек должен как-то обожиться и двигаться как-то к Богу. Что такое благо? Это же как цель. Все, стремиться к Богу. И человек тоже должен стремиться. И у него не просто цель идти, чтобы просто... Бестолково как камень или как планета двигаться к Богу, да. А у него, на самом деле, осмысленность, а чува в области. Хорошо. Если рассмотреть мир, как, собственно, процесс мышления Бога. То есть, самоосмысление. Вот ему скучно нулем быть. Вот, статика. Вот, я Бог, я идеал, я бесконечность. Вот. И возникла фуктуация, буквально там, я не знаю, одна там частица. И двинулось это. И пошла вот эта бульона. Да не надо, Булат, я кратко. Ну, давайте, давайте. Вот. И пошло мышление. То есть, вот Бог себя промысливает. И вот это мы называем миром. Вот. Это не сам Бог. Вот процесс внутри него, вот, он как бы не Бог. Бог – это вот, как вечное, неизменное, бесконечное, ну, то есть, можно сказать, статичное нечто. Ноль как-то. Трансцендентное. Это ноль, да. А мир – это процесс его, грубо говоря, самоосмысления. Вот. Пошло… Такого арестователя, похоже. Пошло движение, и вот он там, да… У него небеса похожи, это просто и есть. Образовались какие-то, какие-то свойства уже, какие-то вихри, завихрения. И пошла вот эта химия, в этом бульоне все идет и варится. На каком-то этапе, да, образовался такой, как бы, молекулка такая сложная, огромная, как там, белковая. Мы ее называем человеком. Вот. А он, мысли – это мы являемся как бы фрагментами его мышления, мыслями, там, какими-то фрактальными компонентами. Мы распадаемся, потом опять где-то собираются эти молекулы, самовоспроизводятся. Но это вот его процесс мышления. Вот он сам себя мыслит, но он к себе вот приближается, не может вот осознать себя на основании своих этих мыслей. Вот все движется, движется. Как же вот к этому идеалу прийти? И вот он строит эти молекулы постоянно. Вот происходит усложнение, там, там, амеба, там, коты, собаки, слоны, люди. И вот где, где, где я, где вот он себя, вот как человек ищет свое место в мире. Так вот, Бог через свое мышление и через нас всех, в частности, через этот стол, через этот воздух, люстру, как компоненты некоторые статические, некоторые динамические, вот он себя мыслит, мыслит, мыслит. Где-то на каком-то этапе вот у него мысль вспыхнула. Вот Христос, вот такой уже практически Бог, почти идеал. Вот. Да. Ну, не знаю, забраковал он эту мысль или отложил пока в сторону, где-то вот рядом поставил. И вот продолжает дальше. А Дух – это, собственно, вот эта мысль движения, то, что толкает вот это все. Скажем, вот он родил мысли Христа, ввел в этот мир, то есть в процесс мышления, соприкоснул с остальной массой. Вот какой-то Дух от Христа вот остальным молекулам, прототипам передалось что-то. Христос изменился, воскреснув, и остальной вот мир немножко, вот передача этого Духа. То есть баланс как бы сохраняется, вот с чего ты начал, как же так нарушен баланс, Христос другим туда вернулся. Вот. Но он туда вернулся другим, но и здесь же тоже химия изменилась. Вот. И вот это движение мышления идет, идет, идет. И, конечно, в принципе, в идеале и в пределе стремление мышления этого Бога самого себя познать. То есть вот это и есть вот через человека, через его сложность, через его собственное мышление, являющееся интегрированно включенным в часть мышления Бога, а именно вот процесс функционирования всего мира. Вот эти вихри, ураганы, там, торнадо, кванты, кварки, все это летает, это мышление. А мы как какая-то локализованная часть, вихри вот такие, турбулентности, образуемся, распадаемся и так далее. И вот это воспроизводится постоянно его мышление. Но оно до абсолюта не достигает. Оно достигнет, когда вот Бог себя осознает и опять вот в какую-то статику это придет. О, я себя, как говорится, осознал. Тут будет грубым, как бы вульгарным даже анекдот, но вот как, тем не менее, может что-то, какие-то мысли, ну вот как слон там, я не знаю, муха залетела в хобот к нему, там, раз через него и вылетела сзади. Вот он, ой, кайф, потом следующая муха залетела, он раз, быстро хобот туда, и вот, вот вечный кайф, то есть вот все, осознал в вечном кайфе, уже больше как бы ловить нечего. Ну вот грубо так, эскизно. У вас просто получается, что Бог имеет некую нужду себя осознать? Нет, нужды нету. Вот, ну как бы, вот пребывал в вечности там, я не знаю. Ну все так рассуждают. Девчонки тоже рассуждают для того, ну не буквально так, близко к этому, что Бог зачем творить мир, как бы да и в него входит. Так невольно. Идти обратно к самому себе. Ноль как-то, да, перекроить. Потому что, ну статика никому не интересна, нарисовали ноль там, или точку поставили, или еще что-то. Все. А динамика, она возможна, когда в этом нуле как-то происходит по какому-то критерию какая-то переконфигурация. Гегель взял, вот начал чертить линии там, их делить пополам, это, и строить какую-то геометрию этого мира, вот логически, вот все разбил на квадраты, треугольники и называет это, 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 это. Вот я описал весь мир, вот тут Бог, тут это и так далее. Вот, но есть другой, как бы, момент, когда это естественное идет дробление, а мы вот наблюдаем его, это мышление, являясь его составным компонентом. Зачем он думать, зачем нам жить, сидим все потихонечку, ничего не делаем, а Бог все сам за нас делает. Зачем нам-то, человеком, двигаться, зачем нам мыслить. Давайте все умрем, и пусть Бог сам себя думает. Мы все-таки жить таким, движемся, живем. Как это может быть связано с волей Бога? Так вот это вот... Так можно объяснить все, то есть, что только не происходило, а может говорить, а это вот Бог придумал. Сейчас, так вот, жажда жизни вот это, а не если это как раз вот потребность этой мысли, не погибнуть. Вот, если мы о чем-то думаем, мысль-то, вообще говоря, наше такое эфемерное хрупкое создание, чуть-чуть где-то отвлекся, а раз, потом ее уже не поймаешь, не найдешь. То есть, мысль, она тоже ищет какое-то самосохранение. Какой человек, если 5 миллиардов живет, все потихоньку где-то живет. Так нет, ну... Зачем мы омеб рассматривать? Мы же говорим... Чем омеб? Ничего себе, 5 миллиардов, что у нас все омебы? Так... Это же те же люди, такие же люди, как мы с вами. Ну, давай сейчас на улицу выйдем и спросим пару наших вопросов, зададим. Скажут, да пошел ты, парень, мне вот сейчас магазин закрывается. Ну, и что, ты как, ты что, ты научишься, он перестает быть человеком? Нет. Или для чего его будет создать? Нет, нет, так потенциально, я говорю, это тот же вихрь, который способен поймать эту волну. А он может распасться и просто уже быть вихрем чего-то другого. Не участвовать в этом процессе. Вот поток идет, допустим, ламинарный. Вот. И где-то вот он начал завихряться. Они там образуются... То есть у нас в нашей комнате здесь сидят те, кто Бога-то оказывается... Да. Да. Ну, я говорю, опять же таки, это... Гигельянская, потому что любое логицирование на эту тему, это все как бы способы и попытки логически эту картину представить. Вот. Но во всяком случае для какого-то рассмотрения хоть что-то. Можно начать и с христианства, и с этого, и с этого. В этой схеме человек не нужен. Почему не нужен, когда он и есть уже? А зачем? А зачем я буду жить только для того, что вот Бог где-то там где-то у него вихри там меня создаёт? И я вот сейчас буду сидеть, думать только для того, чтобы Бог там где-то кого-то там себя осознал. Так нет. Так вот это будет только свидетельствовать, что это та, скажем, гармоника этой же самой мысли. Ну, это вот оправдание любое... Это называется оправдание всего через ничего. Ну, где, где, я же говорю, я же начал. Это из нуля можно что угодно, любые модели вытягивать. Но во всяком случае вот та, которая существует, вот, ну, по моему, допустим, ощущению. Потому что я на этот стол смотрю, да, это вот какая-то статическая элемент памяти Бога. Вот какие-то процессы шли-шли-шли как-то они там, вот. Так же, как мы помним, допустим, там вот свою там детскую кроватку или какую-то петрушку там, вот. Вот это в памяти сидит, и оно никуда уже, оно участвует в этом процессе, как этот стол. Ну, то есть свободы у человека нет. Почему нет? Ну, откуда у него свободы? А, человек – это компонент божественной мысли. Ну, если он компонент, значит, он не свободен, не свободен. Почему не свободен? А в чем его свободен? А соучастник? Нет, соучастник. А свобода выбора, я хочу в этом участвовать или все? Я не могу не ходить участвовать, потому что я человек Бога, это его замысел получается. Это же его мысли, его вихри. Нет, я не могу и в них не участвовать. В том-то и дело, что это не его замысел. Мы, когда сидим, наши мысли – это не наш замысел. Мы рабы своих мыслей. Вот ударила мысль – о, и пошел за ней. Или откинул ее, или еще что-то. Вот в чем дело. Или чувство – шел, шел, бах, влюбился. Вот. Не думал, не помышлял, не хотел даже этого, но ты впал в этот вихрь, в этот поток. И ты свободен, ты можешь его отринуть и уйти в небытие. А можешь включиться, и вот она. Так, а Болтарь из причем? Это богословие называется соработничество, понимаешь? Соучастник. Есть некий процесс, какой-то огромный тебе недоступный. Но в нем у тебя свое, твое, твое тоже место есть. Так а зачем меня Бог-то создал? Никого есть в общей гормоне. Если он хочет себя познать, то все процессы, которые он все создает, он создает ради того, чтобы познать себя. Поэтому я не могу не делать того, чего он не хочет. Он хочет себя познать. Поэтому если он у меня создал, значит я впрямую создал его подчинение. Создал и в смысле сконструировал. А дай-ка я вот сейчас вот там вот пятиколесный велосипед создам. Вот я двухколесный, трехколесный знаю. Вот я создам. И он принудительно что-то тупо логически делает из кубиков. По-другому он не может. В этом хаосе он сам есть. И он создает в этом хаосе. Не он создает, а сам в нем. Он создается в нем, но он что-то не может контролировать себя. В тебе никогда не появлялись мысли, которых ты не знал. Так, при чем здесь появлялись? Не появлялись. Мы же исходим из того, что есть бульон. Этот бульон вдруг заварился. Из того ни сего сам по себе заварился? Или Бог его заварил? Кто заварил этот бульон? Вот есть ноль. Вот сам. Но если Бог его заварил, значит он ему руководит процессом? Не осознанно. Как он может показать? Он может быть не осознанно. Он тебе свободу дает. Ему интересно, чтобы ты был свободным. Он должен дать свободу, если его задача, чтобы себя помыслить. На свободу. Вот я хочу, чтобы... Он да. Он хочет, чтобы ты был свободным. Ему интереснее так. Я стираюсь. Он не может сделать так, потому что я являюсь частью его. Он не может сделать меня свободным. Да все является частью его. Кто является частью его? Правильно! Поэтому у меня свободы нет в принципе. Я же тебя визит. Я являюсь частью его. Он не может дать свободу. Если он меня отпускает, я становлюсь Богом. Что вы говорите без толку, то на опыте у тебя же свобода есть? На опыте? Нет. Моя свобода есть только на том опыте, на котором я живу, как брыльянов осел. Это ограниченная свобода. Свобода невозможно доказать. Свобода может только на опыте узнать, что она есть. Она есть, ты можешь на опыте это понять. И все, что тут обсуждаем? Это все понятно. Я говорю, исходя из логики того, что есть бульон, который заводился, он сам по себе не может существовать, потому что бульон есть сам Бог. Бог не может отпустить одну свою часть, не знать о том, что она существует вообще в принципе. Где-то там она вихрем мучается. И вдруг мне снова приходит и говорит, вот я пришла. Тут вот есть тончайший момент. То есть переход от вот этой статики, от нуля, от абсолютно скованного этого нуля, и к движению. То есть вот вопрос его возникновения толчка вот этого. И вот тут уже говорите... Это даже не важно. Толчок кто дает? Сам по себе не может толчок возникнуть, потому что Бог не может не знать о том, что этот толчок возникнет. И в Боге этот толчок возникнуть тоже не может. Другой Бог его толчок этот сделал? Почему не может? Нет. Ну а как? Мы же можем толчок это? Нет. Мы можем сейчас пойти и начать, допустим, это делать. Нет, это ведь мы. Мы же говорим про Бога, который вот бульон. Но если мы можем, значит и Он может. Нет. Мы, так мы, блин, начинаемся уже, 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 что называется, последствием этого толчка. Он был ноль. Спокойный ноль. Это был Бог в своем абсолюте. И вдруг из того ни с сего, Бог не зная ни о чем, вдруг возник толчок. Он сам себя заставил мыслить? Нет. Или кто-то его заставил мыслить? Откуда взялся у него? Бог, это, можно представить, как абсолютно сбалансированная, скажем, ну, поляризация, допустим. Если она абсолютно сбалансированная, то откуда у него там возникли какие-то вифи и движения? Нейронная сеть. Нет. Абсолютная нейронная сеть. Хорошо. А то, что я не готов сейчас, как-то, дать рецепт... Ну, все даже метафорический разбор, конечно. Нет, метафорический... Мы не можем знать, как это сделать. Нет. Если мы это предполагаем, нам нужно... Мы можем о том говорить и предполагать, как это развилось. Если логика какая-то есть, мы же не просто так живем в этом мире. Есть какие-то законы... Но все подробности мы знать сегодня не можем. Мы можем примерно просто метафорически об этом... Понятно. Вот тогда получается это сказка. Сказка, которая к нам никакого отношения не имеет. Ну, как не имеет отношения? Мы есть, мы есть. Есть мир. Не, мы-то есть. Мы можем предполагать, что где-то когда-то были ангелы. Ну, они пришли там, не знаю, и сделали что-то. Ну и что? Как это на нас повлияет, на нашу жизнь, на наш мир? Так все есть сказка. Вопрос в том, какая сказка нам будет ощущаться наиболее адекватно. Адекватно. Так никак не будет ощущаться наиболее. Ведь можно сказать, что вот только Аркадила, и вот этот миф навязать, и жить в нем опередливо этими терминами и так далее. Вопрос именно корректности и, скажем, какой язык дает большую свободу детализации описания того, что мы наблюдаем. Так это не важно. Можно вообще все выбросить и чисто математически. Вот одни формулы писать и все. Кому какой язык более предельный? Дело в том, что это далекая модель. Я рассматриваю эту модель и пытаюсь на основе этой модели понять, как она развилась, что из нее получилось, почему мы и что происходит. Получается, что ничего не получается. А любые теории, идеологии, религии и прочее – все это убирают. Возьми математику, опять вопрос – откуда число? И мы убремся вот в этот толчок – вот откуда все? Потому что идеал, абсолют – это всегда ноль. Откуда появляется вот это все, что разбило все на число и так далее? Возьми буддизм, возьми любую религию, любую идеологию, любая попытка описания мира – биология, зоология, химия, физика – везде уткнется вот в этот первый толчок. А иначе все это ноль абсолют и говорит не о чем. Всегда вопрос – откуда эти осколки, о которых мы говорим? Откуда этот стол, откуда я… Мы упираемся в понятие Бог, больше ничего об этом сказать не можем. Ну Бог – это ноль абсолют. Не движение вечное – это… Почему? Почему это не движение? Ну просто мы упираемся в некую проблему. Откуда все началось? Все. Об этом мы сказать ничего не можем. Я думаю, что никогда не скажем. Так, а… ну… В принципе, не потому что мы там чего-то не знаем, а просто в принципе не можем об этом сказать. То же самое, как в квантовой механике. Да. Есть принцип неопределенности, и все. В принципе А – Лен. И не зависит от того, так сказать, от нашего знания, от нашей суммы знаний и так далее. Он просто вот… Такова свыше природы. Хорошо. Вот в той модели, которую я привел, я могу сказать, да, мы никогда сказать не сможем. Мы можем даже переложить все на Бог. Это его замысел… Так нет. И поэтому мы будем жить спокойно. А все оставим там, поэтому… Ну вот в той модели, которую я предложил, это как бы ответ на этот вопрос. Можем мы когда-нибудь сказать или не можем, он сводится к тому, что та действительно на всем пути. Мы не сможем говорить, мы сможем сказать об этом в последней точке. Как от того? Ваша же модель все равно приводит к тому, что… Мы изначально… В чем еще в конечной точке. Вы уже исходите из того, что ту модель, свою начальную точку мы приняли. Мы еще начальную точку не приняли. Если был абсолют, то откуда, так сказать, пошло движение? Мы опять же пришли в ту же самую начальную точку, к этому началу. И ваше предположение этого существования чертного нуля, статичного и так далее, говорит о том, что, ну, откуда взялся толчок, кто у него вихрь там взялся? Так вот Бог и осмысляет. Как он может осмыслять, если он это и есть, этот вихрь? Он сам себя осмыслит? Так это он осмыслит. Откуда взялся толчок? Откуда взялся толчок? Когда он дойдет до ответа на этот вопрос? Он не может дойти, он еще не начал. Почему? Начал он откуда? Как он начал? Возьмите, вон, и 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 вон. Ура! 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 Продолжение следует...